здравствуйте друзья доброго времени суток вас приветствует компания лям и дмитрий кузнецов и сразу скажу вы только послушайте это знаете хочу ваше мнение в комментариях у меня был ролик где мне несколько раз названивал хмырь какой-то с русского стандарта и что-то мне напоминает что это вот теперь он работает вот в этом первом коллекторском бюро по что уж очень похож голос и очень такие шаблонные вот именно от него аргументы в кавычках 10 лет срок исковой давности вспомните несколько раз мне звонил я несколько роликов подряд выкладывал когда там они назывались мазохист по моему там ключевое слово в названиях есть сравните найдите там у меня есть такой ролик и не один по моему это вот он и есть работал на русский стандарт а я еще тогда предположил в своем комментарии что они какой-то не русский стандарт а коллекторы вот так вот косят под русский стандарт что-то мне вот хочу ваше мнение в комментариях лошадь по моему он могу ошибаться но автору огромное спасибо за такой ролик за такое спокойствие и вот мне нравится когда получается так что даем коллектору сказать и в то же время нет вот этого знаете базара ненужного перебивания друг друга хрипящих голосов криков воплей хотя и такое тоже на нашем канале есть и есть ему свое место такому формату а вот здесь четко мы раскрываем ту самую сущность вот этот вот аромат в кавычках этих вот коллекторов когда мы им даем право высказаться даем возможность опозориться и в самом конце послушайте да я вам еще напомню когда он горит вы вот человек который не умеет говорить своими словами своими мозгами думать и говорите только шаблонными фразами но там я сейчас не помню как он сказал вы послушайте поймете это же сам о себе говорит это же уже действительно психиатрия подтвержденный диагноз давайте послушаем первое коллекторское бюро и в общем то в очередной раз прибивает себя к позорному столбу внимания друзья коллекторы которые на этом канале слушайте пожалуйста тоже наслаждайтесь как-то вот вас алло это исполнялся здравствуйте меня зовут шарбин алексей владиславович вы звоните на горячую линию первого коллекторского бюро слушая вас алексей владиславович пришла смс к от вашей организации что там хотят какой-то вы организовать понятно давайте уточним как вам обращаться а вы меня не идентифицировали еще анатолий валерьевич до праздника зайти пожалуйста 2 декабря все верно у вас адрес регистрации соответственно долина роз квартиры актуальны с какой целью ну точнее с какой целью ну у нас в отношении вас вы назначены ну и чё когда когда ожидать ну да ну да ну да скажите пожалуйста анатолий валерь чему не оплачиваете свой долг кому первому коллекторскому бюро потому что я у вас ничего не брал вроде бы взрослый человек вроде бы да и что понимаю что вы в русско финансовом банке в деньги брали не вернули они не долг продали на взыскание ну они не долг продали а право требования он право требования передали по 382 статье правильно все все дословно прям дословно прям дословно ну а вы говорите долг продали тогда почему вы такие вопросы задаете какие странные как минимум странные что это вы как-то какими-то фразами апеллируете непонятными странные вопросы какие странные вопросы вы задаете вопросы на которые вы ранее знаете ответ зачем это вы задаете вопросы какие-то они понятны я уже но а зачем это меня вводите в заблуждение говорите долг продали это даже не долг продали, а право требования всего лишь. Или нет? Ну, так в смысле, все право требования, вместе с долгом. Ну, требуйте. Что? Какие проблемы? Получается, Анатолий Валерьевич, уже должны, получается, не банковые, должны именно нам денежные средства возвращать. Да? А где документы? Ну, я так понимаю, вы смогли это сделать запросом. Зачем мне это надо? Меня банк должен был уведомить. Соответствует 382-й статьей. Банк, первичный кредитор, обязан уведомить должным образом, должным образом это у нас, отправить письмо на почту России с объявленной ценностью, с уведомлением о вручении, с описью вложения. По адресу регистрации его на воинской части 44 204 296 296, так, и что? Сила Балтиха, я так понимаю, не проживаете давно. Кого? Ну, сила Балтиха, в смысле, давно уже не проживаете. Сила Ботлих, это не сила Ботлих, а населенный пункт, если что. Ну, у нас написано символ. Да мне без разницы, что у вас там написано. Веришь, нет? Соответственно, вы там давно уже очень не проживаете. И что? Ну, соответственно, вы его не получили, поэтому. Ну, дальше что? Ну, а дальше что? Дальше что? Невозможно вас уведомить надлежащим образом. Дальше что у нас бывает? Дальше бывает у нас, юноша, дальше у нас бывает судебный приказ. Я ж не... Да мне без разницы, хоть у вас Генгургенович, веришь, нет? Вот, честное слово. Дальше у нас, если человек признан, точнее, не признан, без вести пропавшим, то у нас на него подается суд. Ваша организация. Нет? Суд не хотите? Ну, мне объясните, зачем вы, я так понимаю, все знаете. Ой, без судебного постановления я вам ничего не должен. Понятно? Нет. Вы должны в основании своего кредитного договора обрабатывания банка. Дальше что? Ну, я нарушил, да, кредитный договор, шлю вашу организацию на три веселых буквы. Дальше что? Право требования банк продал. Но вы должны вам теперь денежно... Ну, я с вами говорю, я шлю вашу организацию на три буквы в суд. это пока, Анатолий Валерьевич. А, пока? Ну, конечно. Хорошо. Вы же сам прекрасно знаете. В отношении вас мы пока еще идем конструктивно делал лог. да, давайте вы свою методичку отложите, пожалуйста. Не надо ничего решать. Погрячую линию, Нет, понимаю, вы хотите решить данный вопрос? Не, не хочу. Если твой, зачем туда звонить? На YouTube ролик выложить хочу. То есть, вы, грубо говоря, сами даете право на размещение своей личной информации. Кого? Ну, вы, выкладывая, я так понимаю, разговоры на YouTube, даете право на обработку этими лицами своей личной информации, правильно? Зачем? Ну, как, вы же выкладываете сами. Так я ее обрежу, информацию личную. Какую информацию? Личную. А и думаете, вас там кто-то поддерживает? Да, думаю, поддерживают. Думаете? Да. Ну, мне кажется, над вами просто смеются. Да? А над тобой не смеются? Как ты на бабской работе Может быть, телефонная попрошайка, как ты работаешь? Так ты ж только что говоришь, что я во всем разбираюсь, законы знаю, статьи называют. Мы не пытаемся решать вопрос о людях Анатоле Валерьевич, понимаете, которые загранились. Так это не вопрос вообще, если честно. Будет судебное постановление, будет билет, будет хитр. Анатолий Валерьевич, ну, то, что у вас, соответственно, позиция такая, что вы не плательщик, да? И, соответственно, просто ни свои обязательства не можете выполнять в ближайшем образом. Ни слова свое держать. Перед тем. Уже скоро, да, как говорится, когда вы, соответственно, гарантировали вернуть денежные средства в ближайшем образом, установленное сроком времени и вы этого не делали. Я так понимаю, у вас хоть уставщина раньше и была данного нового послания на пользу. Кто был? Ну, уставщина. Что это за слово такое уставщина? Ну, уставщина. А уже ли раньше? а сейчас не живой? В арбитре. Мне уже говорили, соответственно, вам это послание на пользу. Ага. Как говорится, не научили вас правилам поведения и этикета. Да, все правильно. Телефон нам попрошай, как он попрошает. Анатолий Валерьевич, да, почему? Я специалист, работающий беспросроченно, не должен. Ты телефонная попрошайка. Мы просто решаем, понимаете? А если вам это весело, вы звоните сюда повеселиться. Ага. Ну, это просто ваше, соответственно, воспитание показывается лишний раз. Ну, да. Это просто показывается ваше бессилие, да, перед нашей организацией. Ой, бессилие. Это ты как определил? Телефоном с терроризмом, представляете? Представляю. А как это определил, что ты по телефону определил, что они обиженные, а? Я что-то не понял. Кому решить вопрос? Какой вопрос? Кем? Да у меня вообще никакого долга нет. Срок исковой давности три года прошел. Мне нравится, что ты иди в суд, ебать. Че? Во-первых, срок исковой давности вы... Три года. Не забывайте, до момента последнего платежа. Такое вот что нет? Понятие? Ну, само, конечно, работает. Ну, 10 лет вообще-то. А, да ты че, 10 лет? Представляешь? Ничего себе! Потому что соответственно, вот это дали. Когда продают, когда продается долг, он признается не кредитным, соответственно, но не кредитом, и недолгом, а долговыми обязательствами. Срок исковой давности, по которым 10 лет. Ага. И че? На всякий случай вам напоминаю об этом. И че? Дальше? Если вы вдруг даже юридическая консультация особо не пользовались. И дальше? По вашему делу, срок исковой давности общий срок исковой давности 10 лет. Ну и дальше все. Тем более, тем более, что возобновляется на основании статьи 206 части 2, письменному уведомлению подростки, да, вам лично вручат. Вы расписываетесь в получении, и срок исковой давности возобновляется, Анатолий Владимирович. Так а че в суд не идете? Тогда вы полностью, да, берете при тебя все обязательства месяца штрафами, вместе с издержками потрачены на вашу работу. А в курсе, Владислав Алексеевич, у нас есть еще такая 333 статья. В курсе? Какая еще раз? 333. 333? И о чем она гласит? Ну ты почитай. А ну вы мне скажите, вы же мне ссылаетесь на что-то? Не скажу. Это будет наш маленький секрет. Ну а почему вы на нее ссылаетесь, если вы не можете сказать, о чем она? Я на нее не ссылаюсь. Я тебе говорю, а если она есть? Ну хорошо, есть такая статья 129. Ну хорошо, поздравляю, что есть. Вот я вас поздравляю, что здесь, 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 здесь. Договорились? Или что? Нет, еще не договорились. Вы еще не сказали, когда вы оплатите свой долг? Никогда. Никогда? Никогда. Поверим, не могу. Вы очень в себе уверены? Да, очень. А что вы хотите, чтобы за вас ваши родственники закрыли данный долг? хочу. Кто, мама или папа? Да, без разницы. Без разницы. Но они хотя бы живы? Конечно. Конечно. Ага. Или вы будете ждать, пока ваши совершеннолетия, ну, дети достигнут совершеннолетия и вы им по наследству их оставите. именно так. По наследству. Оставлю. Скажите мне, пожалуйста, Анатолий Валерий. А почему же вы не смогли заработать денежные средства? И пришлось обратиться в банк с деньгами, скажите мне. Почти даже я не отлучил, не отлучшая жизнь, да? Не отлучшая жизнь. Скорее всего, а Матурина Евгения Николаевна попросила у вас, что вы подарили, а вы не смогли, не обязательства выполнить и денег заработать на содержании семьи. Да, да. Вот именно так. Как ты сказал, вот именно так, что и было. Нет коллекторов, не имея ничего абсолютно за душевое. Я правильно понимаю? Жду ваших этих, выездную бригаду. А что с вас взять, расскажите, Анатолий Валерьевич? Кроме анализов, ничего. Ну, в том-то и дело. Так вы идите работать, в чем проблема. Зачем? Деньги зарабатывать. Семью содержать, себя обеспечивать. Это мне говорит кто? Телефонная попрошайка? Это мне говорит. Да нет, я специалист, работающий с просрочной задолженностью. Да нет, я специалист, я работаю с просрочной задолженностью. Телефонная попрошайка. Да, если вы считаете, что я попрошайка телефонная, но, я так понимаю, вы недалеко ушли от людей, которые, соответственно, на улице, с табличками, да, кричат на всю улицу. Да, недалеко ушли. Потому что, соответственно, понимаете, люди, которые ни в чем не разбираются и не понимают, которые разговаривают общими, навязанными обществом, фразами, да, соответственно, ну, которые не имеют ни своего личного мнения, ни силы что-то изменить в своей жизни. Ну, они так и разговаривают, не вопрос. Вы, давайте, будет, вы тогда учитываете, что я зарабатываю денежные средства, которые зарабатывают дальше. Видели, может быть, у своего руководства когда-то только. Зарабатывают дальше. это уже не относится к делу. Ну, зачем я буду вам лишний раз напоминать о том, что, соответственно, у вас нет денег на то, чтобы себе и жене нормальные вещи купить, чтобы детей, соответственно, надлежащим образом воспитать и обеспечить. Зачем я вам буду это напоминать, скажите? Не знаю, зачем. Что? Не знаю, зачем. Ну, я не хочу этого говорить, Анатолий Валерьевич. Кладите трубку, Владислав Алексеевич. И все, мы с вами расстанем. что-то. Да, сколько. Ну, смотрите, Анатолий Валерьевич, сейчас растут дети, Какое вы можете им дать, какое вы можете им дать пример, скажите? Пример? Ну, да, человек, который не платит долги, который зарабатывает от силы 25 тысяч в месяц, который, ну, который не может уже не купить шубу, не транспортное средство не может обеспечить, чтобы ловить, ловить, немножко не сходить. А ты что, меня лично знаешь? Что ты так говоришь? Да? Но таких, как вы, Анатолий Валерьевич, людей, мы повидали, вы поверите, много. Ты лично повидал? Я лично повидал много. Сидя за телефоном, с гарнитурой на башке. Ты лично повидал? Да мне без разницы. что у нас, помимо, соответственно, телефонных звонков, выявления и суды. Да. Напомню вам, на крайний случай, вдруг вы забыли об этом. Ну, ты практикующий риск. Соответственно, Анатолий Валерьевич. Друзья, мне показалось, он, наверное, раз в 400 употребил вот это слово соответственно. А вот эти его первые, транспортное средство, денежные средства, ну, до какой степени ущербные, не способные даже простых слов нормально говорить, а вот шаблонными фразами выражающиеся. А вот им как понаписали, так они, я, говорит, зарабатываю денежные средства. Зарабатывают люди деньги, да, вот если в обиходе, да, и вот это определяет их оторванность от общей массы. Вот эти вот полицаи, вот среди них, вот такая масти шла во время войны в полицаи, потому что боялись, не могли ничего другого придумать, а вот так вот было легче. И он еще упрекает человека, не может заработать. Да, чтобы тебе было известно, в нашей стране очень тяжело зарабатывать простым людям. А те, кто зарабатывают больше 25 тысяч, это уже считается уже неплохо. И еще скажи мне, неужели ты в этом первом коллекторском бюро больше, чем вот эту сумму зарабатываешь? То, что тебе вот на ум пришло, видимо, тебе их и платят. И это твоя цена. А вот я, что хочу сказать? Друзья, я в описании скину вам ссылочки вот на эти ролики, где он уже фигурировал. У меня стойкое подозрение, что это он и есть. Я тогда еще разгадал его, предположив, что звонок был не из русского стандарта. Вот они так, коллекторы веселятся. Я знаю, что ну а че им, как проверишь, что он из банка звонит? Да никак не проверишь. Вот они звонят якобы из банка. А здесь вот он, оказывается, в первом коллекторском. Все тайное становится явно. Ну хотя вот опросничек, давайте на эту тему разместим в правом верхнем углу. Я его подвешу. Как вы думаете, этот или не ошибся, или был прав? Вот опросник в правом верхнем углу. Как ваше мнение? Похож голос? Он, по-моему, он мне вот так вот кажется. Ну давайте от вас еще тоже мнение увидим. Ну а вообще, друзья, давайте объединяться, давайте подписываться на мой канал, на подобные каналы. И надо давать бой вот этому беспределу. Но они же действительно, это же враги народа. Я вот в прошлом ролике выставлял опросник, где написал, спросил у вас, как вы относитесь к этой публике. И один из вариантов ответа это был, враги народа. И подавляющее большинство именно так и ответило. А это же неспроста. А он вот говорит, вы в ютюбе разместите, над вами смеяться будут. Ой-ой-ой, какие же они самоуверенные. Нет, ну нет, это не самоуверенность, это может быть отчаяние. Да. Давайте, давайте объединяться. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка есть на группу в описании ролика. Подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте этот канал и другие каналы распространять. Делитесь ссылками. Ну, просто надо что-то делать. Просто так ничего не изменится. А я, мне кажется, все больше и больше кажется, что идет дело к улучшению, потому что, ну, что-то должно произойти все-таки, вот кажется мне и таким людям, как я. Мы не боимся, понимаете? Я не выживаю в этой стране. Я научился жить достойно. И мне не стыдно за свою деятельность. Я помогаю вот людям, которым сложно. Да, компанию Алиам возглавляю. Я ее создал и с самого начала протянув все на себе. Знаете, вот не просто где-то кого-то что-то там пытаюсь чему-то научить, а еще и на себе. Вот на практике все вот эти кредитные дела протяну. Моя история многим известна. У меня тоже была куча кредитов. Я с ними разобрался. А теперь это в коммерческом формате предлагаю людям. Да, берем деньги, потому что, ну, как по-другому? Это жизнь. Но оно того стоит. Если человек, допустим, должен в банк миллион рублей, как вариант, да, возьмем простой пример. Мне очень часто пишут недалекие комментаторы, типа, смысл? Мне к вам обращаться, я должен в банк тридцать тысяч, да, и ваши услуги будут стоить четыре тысячи семьсот рублей для меня. Я вам больше заплачу за год. Господи! Такое ощущение, что вот он один сидит и смотрит. А есть люди, у кого долг миллион. как минимум миллион рублей это платеж в месяц, ну, я не ошибусь, если скажу тридцать пять тысяч где-то так в среднем, причем на пять лет, если брать кредит. Так вот, если разобраться с этим долгом, наши услуги стоят двенадцать с половиной тысяч на сегодняшний день. И, при условии, что вы прекращаете все финансовые отношения с банком. А теперь посчитайте, что выгоднее, пять лет, или даже может, три года осталось, платить в банк или поплатить нашим юристам за сопровождение двенадцать месяцев, двенадцать платежей сделать и получить финансовую свободу. Притом, при всем не через двенадцать месяцев, а с того момента, как вы приняли решение это сделать. И это у нас самый дорогой безлимитный тариф. То есть, если вы должны от восемьсот тысяч и выше до бесконечности, вот у нас безлимитный тариф такой, из двенадцать с половиной тысяч. Остальное дешевле, ну, градации у нас на сайте есть, в описании ролика есть расценочки написаны. Ну, и если вы зайдете на наш сайт, ссылочка на сайт есть в описании ролика, как я и сказал, вы послушать должны обязательно видеопрезентацию, как устроена работа кредитных юристов в нашей компании, что мы для вас делаем. И там как раз-таки и расписано, рассказано, вернее, это видео, не надо ничего читать, мучиться. Все четко в видеопрезентации с картинками, с рисуночками, живое общение, обращение к вам, дорогие друзья, от меня. И там я все рассказываю, что вы получите, какой результат, сколько времени займет, сколько денег вы в результате потратите, насколько это выгоднее и правильно, нежели вот идти на поводу банкиров. Посмотрите видео на сайте, вот в правом верхнем углу кликабельная подсказка выходит. Вот она. И обязательно, обязательно, друзья мои, что-то надо делать. Ну а я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия. Благодарю автора за предоставленный материал. Всем вам счастья, вам и вашим близким. Всего вам хорошего, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok